Всем привет! Сегодня я готовлю домашнюю лапшу на курином бульоне. Очень вкусный суп лапша. Даже со временем лапша не раскисает. Прозрачный бульончик. На одном бульоне мы сразу приготовим и первое и второе блюдо. Курочку желательно взять домашнюю. Чтобы получить вкусный бульон, заливаю ее холодной водой. Если залить горячее, будет вкусное мясо и приготовится, конечно, гораздо быстрее. Но бульон получится никакой. А так как нам нужен в первую очередь вкусный бульончик, вода должна быть холодная. Расчет такой. На 1 килограмм мяса 3 литра воды, 1 средняя морковь и 1 небольшая луковица. Ставлю на огонь, а пока будет закипать, замешиваю тесто. 2 яйца, четверть чайной ложки соли. Воды не добавляю. Муки столько, сколько возьмет тесто. Примерно 200 грамм. Тесто должно получиться очень плотным. Если его месить тяжело, накройте пленкой и оставьте минут на 10 отдохнуть. Оно должно стать мягче. Тесто готово. Оборачиваю его пленкой и оставляю на полчаса. Бульон собирается закипать. Добавляю соль по вкусу. Собираю пену. Для того, чтобы он получился прозрачным, как только начнет закипать, убираю огонь до минимального, чтобы он вот так слегка побулькивал. Если он будет сильно кипеть, бульон получится мутным. Прикрываю крышку и варю до готовности. Тесто отлежалось. Раскатывать такое тесто очень удобно тонкой скалкой. Сначала небольшую лепешку, а затем периодически подсеивая муку, раскатывая, постепенно наматывая на скалку и оказывая небольшое давление от середины к краям. Я прикладываю больше давления на края и практически не давлю на середину. Получается тонкий лист толщиной не более 1 мм. Оставляю его подсохнуть. А пока почищу картофель. Картофель я выбираю специально среднего размера, чтобы отварить его целом, не разрезая. И вот такая средняя луковица для зажарки. Курицу извлекаю, она уже готова. Бульон по желанию можно процедить через марлю или мелкое сито, но это совсем не обязательно. Пробую бульон на соль и закидываю в картофель. А пока картофель варится, сворачиваю лист теста вот таким образом. Если тесто еще не подсохло, подсеиваю муку, чтобы она не слипалась. Затем разрезаю посередине, вдоль. И нарезаю мелкой соломкой. Вот такая получается лапшичка с двух крупных яиц 280 грамм. Это как раз на то количество бульона, которое мы готовим. Курицу можно отделить от костей и мелко нарезать. А можно разделить по суставам и оставить крупными кусками. Кому как больше нравится. Зажариваю лук для картофеля до золотистого цвета. Здесь масло растительное и сливочное по 30 грамм. Немного солю, добавляю специй. Картофель готов. Сверху выкладываю луковую зажарку. Бульон довожу до кипения. Засыпаю лапшу. После того, как закипит, варю 1 минуту. И все готово. Посмотрите, какой получается прозрачный бульон. Такая лапша очень вкусная, не разваривается. Ммм, а какой стоит обалденный запах. Это не передает словами. На картофель можно сверху выложить курицу, а можно только луковую зажарку и селедкой. Спасибо за то, что оцениваете мои видео. Делитесь им с друзьями. А сегодняшний рецепт очень хороший, проверенный многими поколениями. Готовьте с удовольствием, сохраняйте. Надеюсь, он вам еще пригодится и не раз. Если вы еще не подписаны, заходите на мой канал. У меня много хороших, интересных рецептов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое интересное. А я вам желаю всего хорошего. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok